Глубо уважаемые президиумы, глубо уважаемые коллеги, иммунные контрольные точки, о них сегодня говорят во всех аудиториях, говорят в течение всего дня. Конечно, иммунные контрольные точки – это ключевые элементы в иммунном гомеостазе организма человека. И ингибирование контрольных иммунных точек приводит к запуску иммунного ответа, к восстановлению иммунного ответа. Ингибиторы контрольных точек, понятно, что это иммуномодулирующие антитела, которые используются для активации противоопухолево-иммунного ответа. И эти препараты существенно улучшили прогноз для пациентов с метастатическими формами злокачественных новообразований. И вот эта схема, она, конечно, для всех уже понятна, и мы знаем, как работают эти препараты, но мы знаем, что эти препараты не у всех работают и могут вызывать выраженные нежелательные явления. Развитие иммуноопосредованных нежелательных явлений – это не те нежелательные явления, которые мы знаем при назначении химиопрепаратов. Это осложнение, в которое вовлечена иммунная система каждого конкретного пациента, и этот процесс, он может быть у разных пациентов, он различный. И развитие иммуноопосредованных нежелательных явлений основано на эффекторных механизмах, связанных с избыточной активацией иммунной системы при ингибировании иммунных контрольных точек. Мы знаем, что этот процесс может оказывать и оказывает воздействие на нормальные ткани, на нормальные точки мишени, которые могут быть вовречены в эти реакции. Многие симптомы могут быть самостоятельными или в составе синдромов с более тяжелым течением. И в настоящее время мы знаем октальмологические симптомы, сосудистые, печеночные, почечные, кожные, костно-мышечные и другие, которые вы видите в настоящее время. Важными бывают гастроэнсенциальные осложнения, расстройства, могут быть эндокринные системы и так далее. Мы можем наблюдать и наблюдаем колиты, пневмониты, может быть вовлечена в этот процесс и вызывать очень выраженные кожные реакции. И в настоящее время большинство данных получены при течении пациентов диссиминированной меланомой кожи, анти-CTLA-4 и анти-PD-1 препаратами. И самые распространенные иммунопосредованные нежелательные явления наблюдались со стороны кожи и желудочно-кишечного тракта для всех ингибиторов иммунно-контрольных точек. И в настоящее время мы знаем, что ингибиторы CTLA-4 в целом приводили к более высокой частоте развития иммунопосредованных нежелательных явлений по сравнению с препаратами, направленными на PD-1 или PD-L1 контрольную точку. Мы видим на данном слайде это и вовлечение в эти процессы кожи, желудочно-кишечного тракта, легкие, артрологии, эндокринные нарушения, печень, неврологические, офтальмологические. И в настоящее время возможность развития иммунопосредованных нежелательных явлений рекомендуется предполагать при назначении этой терапии. Время возникновения симптома различается в зависимости от конкретных иммунопосредованных нежелательных явлений. И они могут быть отсроченными, могут наблюдаться отсроченные симптомы. Степень тяжести токсического проявления мы на данном слайде видим. Это и сыпь, зод, далее гипототоксичность, диарея, колит, гипофизит. И симптомы могут появляться или уже в течение первой недели лечения, или через какое-то время, может быть, через 54 недели, или даже позже, с момента начала терапии, гибиторами иммуноконтрольных точек. Симптомы могут усиливаться в любой момент времени. И большинство иммунопатий, так называемых, является дисрегуляторными, рецепторными состояниями, в основе которых находятся находятся входные механизмы аутотолерантности вследствие перекрестной реактивности или молекулярной мимикрии. И обзор механизмов иммунопосредованных нежелательных явлений, конечно же, определяет механизмы, которые вовлечены в эти процессы. Например, классическая аутоиммунная болезнь, ассоциированная с молекулами главного комплекса гистеросовместимости второго класса. Это аутоиммунный тиреидит, аутоиммунный гепатит, миостыни и адрайз, гемолитическая аномия. Может быть, молекулярная мимикрия. И, к примеру, может быть, ремотоидная ремотическая лихорадка, синдром Гиена-Баре. Болезни иммунных комплексов, гиперчувствительность немедленного типа или замедленного типа, промежуточные механизмы, ассоциированные с молекулами главного комплекса гистеросовместимости первого класса. А также может быть обосредованная преимущественно врожденной иммунной системы. Это лихорадка, миалгия, артрология. И нами наблюдается как осложнение, как нежелательное явление. Это синдром выброса цитокинов. Синдром выброса цитокинов или синдром повышенной проницаемости капилляров, он свидетельствует о высокой реактивности механизмов, которые запускают этот процесс. Выброс провоспалительных цитокинов. Это интеррекин-6, ТНФ-альфа. Участвует также интерферон гамма, который приводит к очень выраженным реакциям. Синдром выброса цитокина обусловлен байстендерской активацией элементов врожденного иммунной системы, врожденного иммунитета. И может привести к тяжелым последствиям при высокой степени проявления. Может имитировать состояние, подобное сепсису. То есть очень важно, так скажем, обращать на это внимание. И кар-Т-клеточная терапия, она также может, наряду с ингибиторами контрольных точек, также вызывать выраженные проявления обусловленной синдромом выброса цитокинов. И моделирование синдрома высвобождения цитокинов в моделировании этого синдрома важным является макрофагия. Считается ключевыми элементами в развитии цитокинового шторма и нейротоксичности. Они могут быть блокированы антагонистами рецепторов интеррегина-1. Я хочу сказать, что на все эти нежелательные иммуноопосредованные явления, осложнения, эти элементы вовлечения иммунной системы в эти реакции, конечно же, требуют разработки и понимания, как блокировать их, какие препараты использовать для того, чтобы можно было купировать, клинически купировать и управлять этим биологическим процессом. То есть разрабатывать и применять антагонисты различных рецепторов. На данном слайде мы видим эрозивно-язвенный колит четвертой степени и сыпь третьей степени тяжести на фоне терапии анти-CTL-H4 препаратами. На третье введение. Это пациент 71-го года, меланома кожи передней брюшной стенки. Мы видим распространенность этого процесса. Пациент имеет мутацию Бераф. МОН получал лечение в январе 2010 года, в феврале 2010 года и прогрессирование надключечных лимфоузлах и в левом надпочечнике в октябре 2014 года. Состояние на фоне терапии бинурофенибом. Прогрессирование. Частичный эгресс на фоне иммунтерапии анти-CTL-H4 препаратом. Из декабря 2015 года наблюдается стабилизация. Стабилизация зарегистрирована в ноябре 2018 года. При таком нежелательном явлении обычно происходит отмена препарата. Назначаются глюкокортикоиды в высоких дозах. И назначается препарат, который блокирует эти явления инфлексима. 5 мг на кг с клиническим эффектом. Это пациенты, которые лечатся в клинике профессора Проценко Светланы Анатольевны, лечащей доктора Новик Алексея Викторовича, Анохина Екатерина Михайловна. Это их примеры. Но очень важным является также и понимание иммунологических изменений, которые происходят у данных пациентов. И у этого пациента мы видим до лечения содержания СЕ8 цитотоксических клеток, клеток с маркером активации HLDR, СЕ38, НКТ клетки. До лечения мы видим процент содержания этих клеток, скажем, цитотоксических СЕ8 клеток было 46%, в абсолютных величинах 0,74% и на фоне лечения, на фоне выброса цитотокинового шторма мы видим увеличение этих показателей. Точно так же и маркеров активации в абсолютных величинах 0,43%, было 0,07%, точно так же маркеров активации СЕ38 цитотоксических тилимфоцитов с огромным увеличением в процентном соотношении и в абсолютных величинах, и НКТ клетки. Это очень важные показатели, которые способствуют пониманию клинического проявления этих синдромов. Кожная токсичность, синдром Стивена Джонсона. Это пациент с ритериальным раком, он получал антифидиол-1 и антифидиол-4 терапию. И очень важно понимать, что иммунопосредованные нежелательные явления возникают из общего иммунного ответа на опухоль. И в большинстве случаев эффективное лечение ингибиторами контрольных точек может временно подвергаться иммуносупрессии глюкокортикостероидами. И самое важное, именно лечение этими препаратами показало нам, что иммунный ответ, который запускают ингибиторы контрольных точек, он не угасает на фоне высоких доз глюкокортикостероидов. То есть эта иммунная реакция продолжается. И в настоящее время к нам написаны практически рекомендации по коррекции иммунопосредованных нежелательных явлений. И первые рекомендации по иммунопосредованным нежелательным явлениям на основе консенсуса специалистов и экстраполяции клинических рекомендаций из смежных областей, потому что это новое направление. И понимание биологических процессов, которые происходят в организме наших пациентов как иммунопосредованными нежелательными явлениями, конечно же, не могли быть изучены на лабораторных животных. Это изучение идёт уже непосредственно в клинике. И Американское общество клинической онкологии АСКО организовало многодисциплинарную группу, которая провела обзор литературы и предложила рекомендации для лечения нежелательных явлений, связанных с иммунотерапией кибидерами контрольных точек. Большая часть доказательства состояла из систематических обзоров, клинических наблюдений, практических руководств, серии случаев и отчётов, более выкукованных в период с 2000 по 2017 год. Результатом систематических обзоров и метаанализов были 204 публикации. В связи с недостаточностью качественных данных по введению иммунопосредованных нежелательных явлений, рекомендации основаны на экспертном консенсусе. И я бы хотела сказать, что иммунопосредованные нежелательные явления связаны с элиминацией ФОКС-П3 регуляторных лимфоцитов. В этот период происходит активация зенофилов, продукция химотрактантов, которые направляют цитотоксические СИО-синтелимфоциты в опухоль и наблюдается эрадикация опухоли. Очень важным, за недостатком времени я только кратенько обозначу, очень важное понимание эозенофилии, которая сопрождается воспалением, эксудатом, отёком. И это ассоциировано с различными заболеваниями, которые необходимо контролировать у этих пациентов. Характеристика эозенофильного воспаления – это проникновение через эпителиальный барьер техилперов второго типа, продукции энтероликина 5-го, активация эозенофилов, увеличение числа тучных клеток, Т и Б-лимфоцитов, дендритных клеток. И глюкокортикостероиды подавляют гиперактивацию иммунной системы, но в присутствии антигенпрезентирующих клеток они поддерживают уровни противовоспалительных цитокина, противовоспалительных цитокина энтероликина 10-го, с Е4-клетками и СЕ8-т-клетками, но блокируют продукции энтероликина 4-го, 5-го, 13-го. И СЕ4-т-клетки формируют индуцированные глюкокортикоидами фенотип. Они способны подавлять Т-хилперы через продукцию энтероликина 10-го. И очень важным является, что у данных пациентов на фоне этого лечения глюкокортикоиды не подавляют цитоксическую активность активированных Т-лимфоцитов. И доказан синергизм применения глюкокортикоидов с отдельными видами иммунотерапии. Концепция эзенофильных эзофагитов – очень интересная концепция, которая также требует понимания и обращать внимание, какую же пищу принимают наши пациенты, чтобы не усугубить те процессы, которые есть у наших пациентов. Таким образом, механизмы развития противоопухоли иммунного ответа и иммуноопосредованных нежелательных явлений – они идентичны. И в развитии иммунных реакций принимают участие все звенья иммунной системы. Глюкокортикостероиды являются патогенетической терапией иммуноопосредованных нежелательных явлений, поддерживают специфические противоопухоли CD8-токлеточный иммунный ответ на терапию модуляторами иммунного синапса. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ